здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас мужской клуб конфиденциальное собрание можно сказать так женщинам билеты не продавайте итак очень тонкая тема специально для мужчин пошептаться в уголке итак похмелье метеоризм проблемы с потенцией плохой запах изо рта в общем с мужчинами случается масса неловких ситуаций как помочь каждой похмелье как помочь быстро не секрет что абстинентный синдром может настичь каждого что делать если нужно быстро прийти в форму во первых пить много воды минералка в челочных составах типа боржовец без газа сладкий чай с лимоном из препаратов можно использовать ригидрон этот препарат восстановит сырьевой баланс и спасет от обезвоживания но препарат на глюкозе надо учитывать людям нарушением обмена глюкозы сахарным диабетом в старые добрые времена был препарат назывался надзор и или унитиол правда не российского производителя мы помним уже какого далее он стал стоить как подводная лодка последнее время он совсем еще ничего страшного теперь используют для лечения и профилактики алкогольного отравления алкоглин он же глутаргин алкоглин гепатопротекторный препарат основное действующее вещество которого глутаргин аргинин плюс глутаминовая кислота средство не химическое безвредное по своему составу все это аминокислоты то что содержит организм и так оно хорошо справляется с алкогольной токсикацией служит защитой печени генеральной системы и ускоряет переработку введения спирта из организма многие джентльмены потребляют препарат до мероприятия где подразумевается употребление спиртного для того чтобы снизить проявление симптоматики похмельного синдрома две таблетки за час до мероприятия две таблетки после него а также на утро алкоглин выступает также антиоксидантом его действие нацелено на предотвращение разрушения клеток печени защищает от негативного влияния спирта и продуктов его распада поэтому препарат применяется в качестве профилактики опьянения для терапии похмелья похмелья а также лечения заболеваний печени этот медикамент он допускается применение во время вождения во вторых мягкие спазмолитики лучше всего подойдет обычная ножка или диспатолин или наш русский бротоверин очень хорошо две таблеточки ферментами зим панкреатин или вобензин препараты на основе и бупрофена и парацетамола в сочетании с алкоголем некоторые это советуют даже другим но я не советую потому что эти препараты могут дать очень большую нагрузку на печень хорошо если в аптечке есть нентарная кислота о ней мы поговорим скоро более подробно отдельно также можно отметить алкозельцев это шипучая таблетка с аспирином лимонной кислотой она способна снять недомогание через уже десять или пятнадцать минут вдруг вас застал метеоризм и урчание в животе как помочь быстро и хуже всего если это неловкая ситуация случается на людях честью выйти из нее помогут энтеросорбенты это энтеросгель старый добрый активированный уголь еще на случай внезапного кислоризма нужно держать под рукой эспумизан его действующее вещество семитикон он препятствует образованию газа в кишечнике этот препарат применяют если вас мучает отрыжка или вздутие живота теперь тонкий секретный материал тема не для огласки это проблема с потенцией как помочь себе быстро некоторые говорят что это виагра это знаменитые синие таблетки основное действующее вещество виагра это селденофил в зависимости от того насколько серьезные проблемы потенцией этот препарат выпускает в разные дозировки 25 50 100 миллиграмм ну 25 миллиграмм я не считаю за дозировку а пользоваться надо 50 или 100 миллиграммами если уже пользоваться эффект наступает через 30-40 минут после приема держится около 4-5 часов но надо учитывать что селденофил сбрасывает артериальное давление тем кто принимает препараты ишемической болезни сердца гипертонической болезни надо быть очень аккуратными осторожными алкоголь кстати снижает эффект действия препарата на мой взгляд лучше применять левитру или сиабис он же это дал афил 20 миллиграмм начало эффекта уже через 15 минут действие 36 часов артериальное давление не меняется алкоголь практически на препаратный день следующая тема это раздражение и обоснованные приступы гнева как помочь быстро приступы раздражения агрессии это побочные эффекты переутомления и стресса на работе быстро убрать раздражительность помогут новопассив валериана форте это мягкие успокоительные натравы которые снимают стресс но при этом не оказывают сильного сонно-седативного эффекта не тормозят мышление на мой взгляд тут можно отметить также фабазол действие препарата реализуется преимущественно в виде сочетания противотревожного и легкого стимулирующего то есть активирующего эффекта афабазол уменьшает или устраняет чувство тревоги озабоченности плохих предчувствий опасений раздражительность напряженность пугливость плаксивость чувство беспокойства неспособность расслабиться бессонницу депрессивные настроения соматические проявления тревоги мышечные сенсорные среди сосудистые дыхательные желудочно-кишечные симптомы вегетативные нарушения сухость во рту потливость грунтокружения трудности при концентрации внимания ослабление памяти в том числе и возникающие при стрессованных расстройствах расстройствах адаптации особенно показано применение препарата у лиц преимущественно по клиническими личностными чертами в виде тревожной мнительности неуверенности повышенной ранимости эмоциональной лоббийности повышенной эмоциональной стрессовой реакции пазол не вызывает мышечную слабость сонливость не обладает негативным влиянием на концентрацию внимания и памяти при его применении не формируется привыкание лекарственная зависимость и не развивается синдром отмечения далее плохой запах из рта как помочь так же быстро чаще всего причины плохого запаха становится размножение бактерий в ротовой полке лучший выход конечно вылечит зубы от корейства но если проблему нужно решить быстро нужно использовать жевательные резинки ну типа питоактив например со вкусом перечной мяты а не без сахара поэтому можно употреблять спокойно она устранить запах еды и алкоголя и курения если запах из рта преследует вас ежедневно надо использовать лосьоны для полости рта полоскания колгейт или сенсадин они убивают вредные бактерии и сдерживают их размножение во рту ну и конечно обязательно надо сходить к врачу при первой же возможности стоматологу ну и как всегда я обязан вам сказать что канал научно-просветительский образовательно обучающий поэтому лекарства никому не назначаем не рекламируем деньги фармакологических воротил не получаем лечение вам должен назначать только ваш лечащий врач всего вам доброго